приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня у нас будет такое видео можно сказать по просьбам трудящихся у меня есть вот такие вот четыре журнала это три немецких один турецкий их мне подарили на выставке handmade expo я их показывала видео о покупках подарках с выставки и человек пять в комментариях попросили меня сделать на эти журналы обзор хочу сказать сразу я не владею ни немецким ни турецким немецкого языка у меня был в жизни один урок я умею считать до десяти очень сомневаюсь что это мне поможет в обзоре журнала так что скорее всего мы с вами просто сейчас весело посмотрим вместе картинки два журнала это первый второй выпуск за 2016 год один это шестой выпуск за 2015 и вот этот вот турецкий журнал это вообще ну я так понимаю наверное это июль 2000 2007 года то есть этому журналу 10 лет можете себе представить хорошо сохранился как новенький так что сейчас посмотрим с вами что здесь есть я сама еще толком не смотрела мне к сожалению не доходили руки так что сейчас будем делать это с вами вместе здесь понятное дело как оглавление я думала если что это реклама нет это оглавление интересно сейчас посмотрим что дальше какие-то закладочки первый дизайн это такой мишка я настолько привыкла делать обзоры на журналы держа в руках камеру я не знаю возможно сейчас я до этого и дойду потому что очень удобно вот так вот все это подносить и показывать а хочется все таки показать поближе я сама не люблю когда издалека показывают и ничего не понятно да наверное все таки я сейчас возьму камеру в руки пусть это менее удобно для меня но по крайней мере это будет удобнее для вас такая вот симпатичная девочка мешутка и схема к ней схема такого нормального формата ну средние ближе к мелкому но вышивать по ней можно нитки у нас смотрите модера dmc анкор ариадна и а это во сколько ниток наверно надо понимать то есть можно на выбор несколько палитр вот эту вот схема я видела одним глазом уже открывала посмотрите как интересно смотрится бисером вышивается зонтик видите он бисерный интересный такой сюжет вот можно поближе посмотреть на зонт здорово такое цветное пятно получается если честно не знаю можно ли найти эти журналы где-то в интернете наверное если поискать в интернете нужно много чего найти вот такая вот как большая салфетка или скатерть с птичками интересная такая и вышиваться будет очень очень несложно здесь один цвет и два цвета бэкстичи надо понимать ну одним цветом зашивать это прям сплошное удовольствие потом вот такие вот сюжетики здесь дальше интересно показано их то вот они смотрите здесь красивые мне кажется и они по крайней мере вот здесь показано и крестиком и бисером вышиваются здесь просто крестиком а вот здесь мне кажется полностью бисером да здесь полностью крестиком а вот это вот полностью бисером вышита красиво тоже если найти куда и здесь сделана такая салфетка просто по кругу чередуются эти элементы и все а здесь видите такая вот картина в одной раме в общем паспорту три вот этих вот сюжета интересно подушка такая с разноцветными сердечками и схема разноцветных сердечек тоже ну потрясающе посмотрите на эту схему это ж любо дорого смотреть каждое сердечко вышивается просто одним цветом вообще никаких тебе переходов никаких тебе по краю темнее в центре светлее нет одним цветом и пошли поехали здорово и здесь также представлено что можно разные варианты делать вот такое вот просто красное из вообще черного такого темно-коричневого к такому икрю и вообще радугой такой кому как нравится но ключ предоставлен я так понимаю в одном варианте вот это вот красно-розовом следующий вот такой вот цветочный дизайн очень мне напоминает какой-то набор я не сильно в цветах но очень очень сильно то ли у лука с что-то похожее есть то ли уриолис ну вот очень сильно напоминает какой-то из известных дизайнов и в принципе хорошие такие схемы по этим схемам цветосимвольные средние не очень крупные и не прям такие мелкие что просмотреть было нельзя а здесь еще даже элементы вышиваются лентами вот ключ опять же в модейра dmc encore и тут ариадна и здесь даже некоторые элементы вышиваются лентами смотрите здорово вышитый такой цветок и лентами такой цветок интересно придумано так это у нас что тут у нас к этому почему-то вообще не было заглавной картинки просто пошла схема а вот интересные в обратном порядке так обычно заглавная картинка сначала ух ты смотрите какой цветок красивый смотрите лентами сделаны лепестки и бисером таким плотно 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 пришитым сделана серединка вообще красиво очень это вот мне нравится красиво закладочки то эти вот закладочки точно можно вышить здесь вообще такие элементы я так понимаю что это скорее всего что-то типа black work а вот две разных закладки кстати такие интересные и даже нравится и элементы определенные на скатерти видите уголок скатерти и это скорее всего обложка для блокнота тоже с подобными элементами и вот у нас ухты смотрите здесь не только два варианта вообще здорово смотрите здесь у нас представлены только два варианта а здесь мы видим их восемь и шесть из них очевидно два вот мы видим на обложке ну как на предыдущей странице и еще вот еще два еще два вот этот мне прямо очень нравится вообще классно как смотрится и еще два вообще мне очень нравится классные такие закладочки вроде ничего необычного до такого экстраординарного но смотрится интересно ну по крайней мере мне нравится и тут уже у нас пошла реклама реклама наборов фирмы ланарты кстати какой зверь смотрите какая морда такая реалистичная в евро у нас цены то есть это новинки на 2016 год надо понимать скорее всего хотите посмеяться нова слобода на секундочку так в немецком журнале если ты же знакомое что-то вот рекламирует нову слободу рт о рекламирует вервака да все таки в наших странах рукоделие хорошо развито можем гордиться это вообще сложно сказать что за фирма что за дизайн и вот это вот сова кстати она походила по моему чуть не по всем фирмам у стольких фирм есть вот это сова я даже на выставки недавно ну вот на мэйд экспо видела а здесь написано онлайн шоп то есть это наверное можно на сайте купить да и вот сайт сам понимаю что это сайт самого этого журнала интересно заготовки всякие для открыток тоже можно приобрести как я когда-то такие искала вообще с ног сбилась искала то эти заготовки с окошками разные ткани канва аксессуары иголки нитки ножнички игольницы органайзер пака для иголок и вот это вот я так понимаю что можно отдельно купить смотрите за 4 евро интересно это набор наверное это набор кто по немецки понимает а ну скажите пожалуйста но судя по тому что здесь написано аида 14 и размер указан то скорее всего это наверное набор из 4 таких ну вот вот эти вот прям такие симпатичные и вот в общем то все первый журнал у нас на этом закончен да я думаю что все вот эти вот наборы они намекают что можно на вот этом вот сайте понимаю что это сайт самого журнала можно приобрести поехали дальше второй выпуск за 2016 год конечно эти пасхальные яйца они сразу бросаются в глаза посмотрим что у нас есть здесь слушайте а интересно рассматривать такие что-то такое не похожее на то что есть у нас два таких пасхальных дизайна интересно что во втором номере у нас уже идёт пасхальный дизайн под дизайн но если выходит журнал один раз в два месяца тогда это вполне может быть логично симпатичные такие пасхальные крольчата надо понимать с пасхальными яйцами смотрите какое выражение морда такой немножко радостно безумноватая ну симпатично и кстати очень плотные листы я прям вот его трогаю этот лист пытаюсь разделить его на два он не делится и вот этот тоже очень симпатичный потом вот такая вот весенняя скатерть я не знаю это так скорее всего нитки просто такие вряд ли это меланж да это просто эти dmc обычные номера 666 просто так видите переходы подобраны и вот такая вот яркая весенняя салфетка получается схема кстати тоже нормального такого формата и вот эти вот пасхальные яйца очень мне нравятся вообще вот такие вот яйца поделки такие набитые сшитые вот эти вот из разных знаете такими как это правильно называется клиньями или вот такими вот такой формы кусочками ткани вышивается разрезается и потом сшивается и эти швы можно закрыть вот как здесь такими декоративными лентами очень мне нравится вот фиолетовая такое желто-оранжевое красное и голубое мелкие такие цветочки очень красивые я бы сама с удовольствием такие сделала если бы меня на это хватило я очень боюсь потому что здесь вот необходимые материалы опять же как ни странно на немецком ну можно по картинкам сориентироваться что тут у нас судя по всему заготовка яйца пенопластовая клей бумага для этого шаблона и вышитые детальки но что я вам хочу сказать да есть поэтапные такие фотографии но я очень боюсь вот таких вот поделок с той точки зрения что можно знаете миллиметр туда миллиметр назад и все у тебя уже что-то не сходится то есть вот этого я очень боюсь потому что точности вот этот миллиметраж это вообще не мой конек но этот дизайн мне очень понравился прям вообще зачет и вышивкой что мне нравится вот в этих схемах то что вышивать здесь ну вот посмотрите как бы это же одно удовольствие что берешь и вышиваешь и вообще ни о чем не думаешь даже вот эти вот цветочки мелкие казалось бы да но тоже посмотрите 3 3 3 3 3 и серединка зашивается ну да серединку желтую там одиночку надо будет сделать ну в общем то схемы очень классные цветосимвольные и большие участки зашивки одним цветом опять я так понимаю тот же самый прикол что сначала идет схема потом фотография но тут вот мы видим что это скорее всего будет какая-то либо скатерть либо салфетка и вот в одном углу такой большой элемент уголком идет и в другом углу вот видите маленький такой тоже красиво интересно получается и это наверное он да видите как интересно то есть сначала идет схема у нас такого я никогда не встречала чтобы сначала шла схема а потом заглавная картинка красиво что это подскажите мне магнолия да думаю что скорее всего да вот по первому слову думаю что это магнолия такие конечно немножко кислотные цвета у нас по крайней мере в Киеве магнолия такая более приглушенно розовая но красивая такая тоже опять же весенняя салфетка потом несколько вот таких цветочных дизайнов ирис тюльпан тоже весенних опять же схема просто шикарная такой какой-то зимний дизайн такая какая-то сепия как-то неожиданно знаете весь выпуск на весеннюю тематику а тут вообще такая ну немного странная схема откровенно говоря такая немножко примитивизм такой в проработке этого всего особенно крыши такие ровные такие куски интересно двое мешуток вот таких мальчик и девочка под дождем посмотрите на эти восторженные лица вон резвятся под дождем смотрите танцуют вот так понимаю лапами ударяют эти брызги разлетаются ну прям все 33 удовольствия тоже здоровский такой дизайн вообще куда-то в детскую вообще шикарно и схема у нас половина и еще половина вот такие вот котики I love you парочка такая на фоне ночного неба такая идиллия тоже симпатичный дизайн и как вы понимаете котов тоже сплошное удовольствие вышивать зашиваешь себе черным вот такой вот дизайн Иисус надо понимать с овечкой кстати интересно вот здесь вот вышита крестиком а здесь просто бэкстичем то есть отдельно такой как контурный как рисунок просто и опять же реклама Новослобода на целый разворот Панна на целый разворот немножко места РТО досталось опять же Панна вон подушки Риолис интересно так это все видеть опять Новослобода интересно это так все видеть в иностранных журналах Панны целый разворот и опять же надо понимать что вот в их магазине можно купить набором скорее всего это все очень похоже на то что сейчас пытается сделать журнал все о рукоделии что есть фирма по-моему называется Ирис которая делает наборы по дизайнам из журнала все о рукоделии мне кажется что тут какая-то очень похожая история видите абсолютно все что встречалось у нас в этом журнале вот на одном развороте мы можем посмотреть и какие будут на это все цены даже на некоторых дизайнах есть и также что еще можно в магазине приобрести и все на обложке у нас уже реклама и опять же мы видим встречаем здесь фирмы Панна дизайн и еще один немецкий журнал кстати что мне очень интересно вот эти вот скобы я никогда не встречала таких скоб это наверное для того чтобы подшивать журналы но очень интересно видите у всех трех журналов такие вот скобы фигурные чтобы можно было на кольца подшить это у нас уже шестой номер за 2015 год посмотрим что есть тут я уже вижу опять вот эту вот парочку под этим зонтом ну-ка как она была здесь а здесь была просто девушка под зонтом смотрите здесь уже парочка здорово хотя это было наоборот сначала вышла парочка а потом надо понимать наверное это все-таки девушка ну тогда это какой-то пессимистичный очень расклад ладно поехали посмотрим что есть в этом номере оглавление вот мы уже сразу видим тоже какие-то шарики по такому уже принципу только бисерные по-моему здесь вышивка бисером салфетка такая рождественская по какому принципу они размещают в своих журналах схемы по сезонам это загадка детские какие-то сюжеты давайте посмотрим первое это как раз вот эти вот шарики два очень похожих дизайна но один вышивается крестиком вот этот вот и один вышивается бисером и тот и другой симпатично очень смотрится схемы и сборка тоже нужна заготовочка шарика сами вышли дизайны и вот как-то это все в умелых руках оформляется здесь даже детали посмотрите здесь нужны кружочки и треугольнички для верха вот такой вот делается треугольничек и потом закрываются швы ленточкой и вот такая красота получается еще такую штучку чтобы прям уже совсем как новогодний шарик так чтобы на елку можно было вешать здорово и вот сами эти шаблоны выкройки которым вырезать это такая тоже салфетка тире скатерть загадка какого она размера с такими новогодние рождественскими мотивами колокольчики елка сердечко шарик все в такой красно-белой гамме и вот показано что вот эти вот дизайнники можно вышить отдельными и сделать такие несколько оформить несколько таких отдельных сюжетиков и вот как это выглядит оформленная в такую салфетку рождественскую симпатично вот это очень красивая тоже салфетка слушайте у них популярные очевидно салфетки скатерти пуансететки шишки птичка тоже интересный дизайн и смотрите здесь у нас что сделано здесь схема разбивка по листам как это выглядит в квадратной такой салфетке вот собственно как это все выглядит в отшитом виде нам показано то есть как это будет смотреться и так же что мы можем растянуть это на прямоугольник то есть берется вот этот угол потом переворачивается вышивается другой угол и получается такая интересная мне даже вот это вот а здесь тоже смотрите с двух сторон здорово есть стабилистая что здесь у нас все остальное прибыло с двух сторон красиво мне нравится И схема, ключ, опять же в тех же самых нитках, вот такой сюжет, тут их была целая серия из четырех штук сезонных, вот у нас лето, осень и весна, а вот это вот у нас зима, ну вот это уже такое на любителя, какая прелесть, смотрите. Вот эти новогодние, эти новогодние такие маленькие дизайны на открытки, такой Санта на этих самых, на чем это, боже, на коньках, такие какие-то загадочные смеси с коньков и лыж, вроде как коньки, но такая забихрень вот эта вот на передней части, на носке, наверное, все-таки коньки. Лось такой на коньках уже фактически в шпагате, и вот две птички, единственное нормальные здесь, эти адекватные персонажи. Ну, интересные тоже такие, забавные. Здорово. Вот это вот сюжет «Девушка с под дождем», и вот, кстати, вот этот. Очень странно, этот же вышел раньше, чем предыдущий, то есть это 6-й 2015, а это 1-й 2016. А, ну если их всего было в году 6, то значит просто вот в этом вот номере реклама того, что будет в следующем номере, скорее всего. Не знаю, немецкие руководствуясь логикой, скорее всего это так и есть. Вот здесь, видите, тоже бисерный этот зонтик, но еще и бэкстичем сделанный. Интересно, тоже такое яркое пятно получается. Сова. Такая сова, учитель. 1 плюс 2. Много-много детских сюжетиков. Это то, что мы видели в самом начале, мне кажется, там тоже должно быть. Каким образом можно это оформить, там всякие пони, мишки, вон как голубая голубая. Голубой мишка, так и розовенький. Там божья коровка, вот эта улитка на мухоморе. Милые такие детские добрые сюжеты. Здорово. Слоник. Смотрите, какой классный. Слоник здесь просто отдельно в картинку показано, оформлен. Такой яркий, мультяшный. И здесь вот, как это можно оформить в какие-то предметы детского обихода. Надо понимать, это такой парадно-выходной слюнявчик. Какая-то корзиночка для чего-то детская. Сумочка. То есть вот во всякие детские такие штучки. Можно, на всяких детских таких штучках можно вышить такие милые сюжеты. Такой цепленок. Интересный, тоже красивый. Так, это у нас картина с маками, надо понимать. Заглавная картинка, которая тоже у нас где-то... Вот она, да. В конце я уже поняла, что они это любят. Кстати, маки такие достаточно реалистичные. Хорошо смотрятся. Вот у нас 4 листа. И вот как смотрится это все в картине, в таком галерейном оформлении. Просто натянутая, без рамы. Интересно. И здесь у нас уже пошла реклама. Покупайте пряжу. А, кстати, смотрите, вот эти вот заготовки. Вот оно в чем дело. Все вот эти вот заготовки, которые мы только что видели, на которых можно вышить детские вот эти вот сюжеты, их всех тоже можно купить в магазине этого журнала. Ну, мне кажется, здорово. Вообще молодцы. Слушайте, так все одно за другим тянется. Прям такая логическая цепочка выстроена. Прям серьезная. Вам нравится? Купите у нас либо журнал, либо вот набор, либо эту заготовку какую-то пошитую. Здорово. Молодцы. Здесь реклама сюжетов. Такой, кстати, держатель можно приобрести. Для этого баннера Билл Пул, по-моему, это называется. Всякие аксессуары. И наборы, да. Купите у нас это все набором. Давайте. Это сразу с тканью идет, видите, разного размера. А это, например, маленькая типа салфетка. Видите, с одной стороны только вышивка, потом побольше. А здесь даже написано. Вот это вот у нас 45 на 45. Вот это 90 на 90. А вот это 45 на 110. То есть такая дорожка. Очень интересно. Действительно. И все. Здесь у нас, собственно, эти же самые дизайны. И остался у нас один журнал. Турецкий. В общем-то, могу сказать про эти журналы, что да, они мне понравились. В каждом номере есть что-то интересное. Так что надо будет задуматься. И остался у нас турецкий журнал за июль 2007 года. Такой десятилетней выдержки. Что интересно, вот в этих журналах у нас чуть больше 30 страниц. Вот в этом журнале у нас их 83. То есть журнал реально в два с половиной раза толще, чем предыдущие. Но, опять же, неизвестно, сколько раз в год эти журналы выходят. Будем смотреть, что у нас популярно было в турецкой вышивке 10 лет назад. Посмотрим оглавление. Первый дизайн. Иероглиф. Скорее всего, что-то означающее. Кто знает? Подскажите, кто знает турецкий? Что это? Потому что для незнающего человека это вообще ни о чем не говорит. В нескольких вариантах. Вот это вот я тоже видела. Листали, когда мы на выставке журнал. Скатерть получается. Конечно, она такая здоровская получается за счет вот этой вот ткани. Где отдельно... Здесь, кстати, даже вставки канвы видно. Смотрите, видите, просто обычная ткань. И вот они пошли, поехали вставки канвы. Вот, конечно, с такой расцветкой. Вот эти вот красные дизайны выглядят очень выигрышно. И здесь у нас из ниток только DMC. То есть никаких других вариантов. Только раскладка в нитках DMC. Так, это у нас что? Это, скорее всего, тоже скатерть с маками. Тоже интересная такая ткань сама по себе. И вот показано, как это все будет выглядеть в итоге. То есть в центре у нас незашитая часть, куда, собственно, что-то ставится. И по краям идет вышивка. Что интересно, что тоже мы видим четко канву. Видите? То есть идет-идет светлое. И потом раз. И видите, пошла канва. То есть это такие уже заготовки со вставками канвы. И опять же все в нитках DMC. А, у нас решило выйти солнце. Потом какая-то статья про мулиное DMC. Видно про то, как его делают. Еще одна скатерть. Слушайте, скатерти популярны. Тоже у нас идет в центре, куда, собственно, ставятся сами столовые приборы. Идет такой даже рисунок по ткани. Она не просто однотонная. И потом вставка канвы. И такой ягодный дизайн. Так, это уже картина или еще нет? А, это вот написано, скорее всего, какая-то DMC. Такая канва интересная. Я никогда даже такое не видела. Смотрите, в рулонах. Очевидно, как раз заготовки под вот эти вот скатерти. Интересные. Такая вот картина. И схема. И опять же, все в нитках DMC, надо понимать. Кстати, такая бледненькая сетка. Но она есть все-таки. Это хорошо. Такой дизайн. Такие интересные дамы. У них что-то с шеями. И с руками заодно тоже. Такие, знаете, как будто бы сильный-сильный ветер подул. И так ее согнуло. Интересные такие немножко. Сюрреалистические. Ну, посмотрите, какая шея огромная. У девушки длинная. Там действительно, наверное, что-то интересное должно происходить, чтобы так вытянуть шею. И вот это тоже лицо такой в загадочной форме. Еще и без глаз. Интересно. И ключ. Тоже в DMC. Схема тоже нормальная, цветосимвольная, крупная. Потом на игрушки детские. Или просто куда-то на слюнявчик. Можно вышить тоже несколько таких детских. Сюжетиков. Видите, стрекоза, сердечко с бабочками, цветочек. И все это сопровождается какой-то определенной буквой. То есть, видите, тут разные буквы. Интересно, дан весь алфавит? Нет, весь алфавит не дан. То есть, как бы, если у вас есть... Имя начинается на A или на R, то вам повезло. Если не повезло, то не повезло. Следующий цветочный дизайн. Вот, мне кажется, это уже как-то поближе к тому, к чему мы привыкли. Такие цветы в горшке. Достаточно такие осенние, мне кажется, судя по желтым листьям. Здесь размещается скрин. Как-то так интересно делается. А дальше уже непосредственно сама схема. И здесь сетки нет. Видите, здесь нет разбивки. То есть, сетка есть, нет разбивки на квадраты 10 на 10. То есть, просто клеточки. И делай с ними, что хочешь. Но это, в принципе, можно дочертить. То есть, эта проблема не является. Вот такой вот интересный предмет. С кисточками с двух сторон. Опять же, кто знает немецкий? Расскажите, что это? Ой, турецкий, турецкий. Расскажите, что это? Интересный такой предмет. Странной формы. Интересно, для чего его применяют. Когда тоже салфеткой или нет. Скатерть. Слушайте, ну это прям популярно. Картин не так много мы встретили в этом журнале. Сколько скатерти и вот всякого такого прикладного. Смотрите, еще такой сюжетик для того, чтобы делать вот эти вот кантики, да? На какие-то предметы домашнего обихода. То есть, я так понимаю, прикладная вышивка просто процветает. Вот несколько картинок. Мы видим таких пляжных сюжетов. Пляжно-отпускных. Маяк. Ну, маяк такой тоже достаточно примитивный. И сам по себе, видите, зашивкой своей. И вот эта чайка. Своим бэкстичем. Ну вот, можно посмотреть, как это выглядит в вышитом варианте. В принципе, так и неплохо смотрится. Ребенок такой. Стульчики для кормления. Самостоятельный. Сам ест. Такой достаточно яркий. Так. Вы мне хотите сказать, что это его уже схема, да? Если честно, думала, что это тоже скрин. Схема очень мелкая. Прям, я не знаю. Если зачеркивать, каким-то простым карандашом. Столько полей пооставляли, посмотрите, снизу, сверху. Реально можно было бы еще увеличить. Потому что вообще. Можно глаза поломать себе. Потом вот такая вот оса. Скорее всего, или пчелка. Тоже с таким прикольным выражением лица. Так, чипать, ты кто? Смешная. Опять же, какая-то прикладная вещь. И это уже вышивка гладью. Какая-то сумочка, наверное. Закладки. Пока я поняла, что это. Закладки. Интересные. И схемы. Опять же, схемы мелковатые. Но здесь уже, ну, здесь зашивки мало. Поэтому это не кажется такой проблемой, как в предыдущем вот этом вот дизайне. Реклама. И, скорее всего, оформите подписку, как у нас тоже любят. На вазы, такие вот чехольчики на вазу с цветами. Ну, такой тоже сюжет. Достаточно примитивный. По схеме. Реклама. Магазин какого-то в Стамбуле. Скорее всего. Смотрите. Сколько там у них всего. Красота. Интересно было бы в каком-то таком магазине побывать. Здорово. Так, здесь у нас какой-то мешочек с вышивкой. С такими листьями. Потом два дизайна. Такие девочки. Видите, две девочки и две кошечки. Девочка собирает что-то с дерева. Какие-то ягоды. Ну, тоже такое оно, видите, достаточно пиксельное. Ну, в принципе, на любителя. И опять дико мелкая схема. Просто это, наверное, самая мелкая схема, которую я вообще в своей жизни видела. Вот серьезно. Я думала, я все видела. Нет, не все. Вот такой мелкой схемы я еще не встречала. И тоже очень бледная такая сетка. Может, это какая-то специфика национальная. Это просто мы к своему привыкли. Может, у них так вообще принято. Так, здесь, я так понимаю, просто про всякие аксессуары. Типа, смотрите, это наперсток, смотрите, это нитки, смотрите, это пяльцы. А то, как вышивать, что такое ключ и как сделать крестик. Вот, видите, сделанный один крестик. Так, слушайте, какие плотные листы. Реклама, реклама, реклама. Реклама. Я вот думала, что это такое. Скорее всего, это реклама каких-то магазинов. Я думала, что это сначала какие-то купоны. Теперь мне кажется, что следующее по адресам. Это реклама просто каких-то магазинов, которые захотели свои адреса опубликовать. И здесь у нас есть карта MULINE DMC. То есть, в принципе, конечно, оно все такое печатное и весьма приблизительное. Но если вам нужно хотя бы понять суть происходящего, то есть, например, в какой-то раскладке зеленых, к примеру, или голубых, понять, какой номер светлее, какой темнее, в принципе, этим листом вполне можно воспользоваться. И также здесь такие какие-то металлизированные нитки, тоже DMC. И вот эти Color Variations. И все. Вот. Вот такой вот был у меня обзор четырех журналов, которые попали ко мне в руки. Скажу сразу. Я так и думала, что у меня минут по десять пойдет на каждый журнал. Спасибо всем, кто выдержал это все до конца. Какие у меня выводы? Интересно, конечно. Очень интересно посмотреть такую иностранную рукодельную прессу. Я впервые с подобным сталкиваюсь, поэтому это вдвойне интересно. Могу сказать, что из турецкого журнала мне как-то ничего особо не зацепило. Просто было интересно посмотреть. Я поняла, что прикладное, искусство прикладная вышивка, очевидно, там очень развита. Или, по крайней мере, была развита десять лет назад. Возможно, это был на тот момент какой-то бум. А возможно, и сейчас. Кто знает, расскажите. Напишите, потому что мне там кто-то в комментариях писал, что это турецкий журнал. Если надо, то я переведу. Вот, если вы меня сейчас смотрите, расскажите, как по вашему мнению, что там популярнее всего вышивки на данный момент, и популярна ли вышивка вообще. Ну, мне кажется, популярна, потому что все-таки турецкие пиальцы там и так далее. А из вот этих вот трех немецких журналов действительно мне понравилось несколько дизайнов. Мне очень понравились вот эти вот яйца пасхальные. Мне понравились закладки. Так что отсюда я, возможно, даже что-то вышью. Все, спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, удовлетворило любопытство тех, кто просил обзор. Удачи вам и творческих успехов. Пока!